Тема двадцать третья. Советская страна в 1920-1930 годы. Параграф первый. Кризис политики военного коммунизма и переход к НЭПу. В конце 1920-го, начале 1921 года политика военного коммунизма достигла своей высшей точки. Вводится бесплатный проезд на трамвае, пользование телефоном, коммунальными услугами и так далее. Экономический кризис приобрел угрожающие размеры. По стране с новой силой прокатилась волна крестьянских восстаний. В Западной Сибири, на Северном Кавказе, Украине и так далее. Наиболее крупным крестьянским выступлением стал мятеж в Тамбовской и ряде прилегающих к ней губерний. Возглавив выступление сэр Антонов, командующему войсками в губернии Тухачевскому в апреле 1921 года была поставлена задача ликвидировать мятеж в месячный срок. Общая численность частей РКК в этом районе превышала 100 тысяч человек. Стремительно росло и количество сторонников Антонова. Повстанческая армия насчитывала до 50 тысяч бойцов. Жесткими мерами, Тухачевским в частности был подписан приказ о применении ядовитых газов для выкуривания бандитов из лесов, Восстание было подавлено. Христианское восстание на Тамбовщине, длившееся год с лета 1920 до лета 1921 года и унесшее не менее 50 тысяч жизней с обеих сторон, ярче других продемонстрировало банкротство политики военного коммунизма. В марте 1921 года восстали моряки Кронштадта. Они создали Временный революционный комитет, ВРК, который возглавил Петриченко. Власть в городе без единого выстрела перешла в руки Ревкома. Части РКК под командованием Тухачевского по зыбкому весеннему льду дважды штурмовали Кронштадт. После взятия крепости была учинена расправа с гарнизоном. К лету 1921 года к высшей мере наказания оказалось приговорено более 2100 человек. Около 6500 были осуждены на различные сроки тюремного заключения. Властям не удалось найти каких-либо данных об участии в этих событиях международного империализма. Тем не менее, существовавшая долгое время официальная версия интерпретировала восстание таким образом, будто главными его организаторами были меньшевики, эсеры, царские генералы и разведки иностранных держав. События марта 1921 года ускорили принятие советским руководством на 10-м съезде РКПБ первостепенного и кардинального решения о замене продоразверстки натуральным налогом. Все запасы продовольствия, остающиеся у крестьянина после выполнения налога, находились в его полном распоряжении. Данное решение способствовало поощрению личной инициативы крестьянства. Было провозглашено начало новой экономической политики НЭП. Основу НЭПа составляла смычка между крестьянством и пролетариатом, с помощью которой удалось отстоять советскую власть в годы гражданской войны. Период НЭПа не был временем бескрайней свободы частнокапиталистического предпринимательства. Правительство считало своей задачей сохранение созданного за послереволюционные годы государственного сектора хозяйствования, национализированной промышленности. Государственная собственность, участвуя в рыночном состязании, должна была оставаться незыблемой и ограждаться от всевозможных посягательств денационализации. Десятый съезд РКПБ принял также резолюцию о единстве партии, в которой говорилось о вреде и недопустимости какой бы то ни было фракционности. Съезд предписывал распустить все образовавшиеся на той или иной платформе группы. Неисполнение этого постановления влекло за собой немедленное исключение из партии. Постановлением Совета труда и обороны СТО от 12 августа 1921 года наиболее крупные технически оборудованные, удобно географически расположенные, а также обеспеченные сырьем, материалами, рабочей силой предприятия объединялись в тресты. До конца 1920-х годов именно они оставались основной производственной единицей в отечественной промышленности. Тресты осуществляли планирование, распределение средств, расстановку кадров, проводили торговые операции как между самими трестами, так и на свободном рынке. 90% всех национализированных предприятий, не сданных в аренду, вошли в состав различных трестов. Тяжелое материальное положение рабочих к моменту окончания гражданской войны заставило советское руководство сосредоточить внимание на вопросах заработной платы и формах материального поощрения. Была изменена премиальная система, увеличивались натуральные выдачи за более высокопроизводительный труд. С лета 1921 года устанавливалась непосредственная зависимость между размером оплаты труда и качеством работы производственных коллективов. Вновь начала широко использоваться система сдельной оплаты труда. От пайкового обеспечения государство постепенно возвращалось к заработной плате, в которой денежная часть повышалась, а натуральная уменьшалась. Декрет СНК от 11 октября 1922 года предписывал выпустить в обращении новые денежные знаки «золотой червонец». Финансовая система приобретала определенную устойчивость. С переходом к НЭПу получила импульс развития частнокапиталистического предпринимательства. Однако свобода торговли и развитие капитализма допускались лишь до известной степени, только при условии государственного регулирования, надзора, контроля и т.д. В целях недопущения концентрации частного капитала государство активно использовало налоги, большая доля накоплений изымалась финансовыми органами. Частники предпочитали использовать в своей деятельности арендную форму взаимоотношений с государством. Аренда носила преимущественно краткосрочный характер. Договоры заключались на 3, 5, 5, 10 лет. Зарплата на частных предприятиях была на 15-20% выше, чем на государственных, и создавала стимул для привлечения квалифицированной рабочей силы в частный сектор. Но в целом количество рабочих, занятых в арендованных частными лицами предприятиях, было невелико. Одним из характерных признаков НЭПа стали концессии. Предприятия, основанные на договорах между государством и иностранными фирмами. Однако в нашей стране концессии никогда не считались главным или решающим фактором хозяйственного развития и роста. Концессии контролировались советским государством, которое определяло их сроки и регулировало их деятельность в рамках общего трудового законодательства. К концу восстановительного периода, середина 1920-х годов и с началом реконструкции народного хозяйства, 1925-1927 годы, капиталистические элементы стали вытесняться из экономики страны. Параграф 2. От Советской России к Союзу СССР В первые месяцы своего существования Советская Россия не была федерацией. Она была единым многонациональным государством и включала территории бывшей Российской империи. Национально-государственное развитие Советской России шло по линии преобразования возникавших автономных областей в автономные республики и автономных республик в союзные. Одновременно происходило сближение РСФСР с другими советскими республиками. Сотрудничество развивалось по широкому кругу вопросов и вскоре начался процесс слияния госаппарата республик. Вооруженные силы объединялись в единую армию. Управление промышленностью, транспортом, связью и внешней торговлей становилось централизованным. Но поскольку договоры между Советской Россией и другими советскими республиками не предусматривали подчинение высших органов управления в республиках аналогичным органам РСФСР, это порождало неопределенность, конфликты и трения. Тем не менее, в 1921-1922 годах между республиками Украинская ССР возникла 12 декабря 1917 года, а Белорусская ССР – 1 января 1919 года, установились прочные федеративные отношения, развивавшие принципы договорной федерации, периода гражданской войны. Вопросы совершенствования отношений в республиках были поняты весной 1922 года. Единого мнения относительно принципов создания союзного государства не существовало. Среди многих предложений выделялись два. Включить другие советские республики в состав РСФСР на правах автономии – проект Сталина, и создать федерацию равноправных республик. Ленин, не участвовавший в обсуждении проекта, после ознакомления с представленными ему материалами, отверг идею автономизации и высказался за образование Союза Республик. Наиболее приемлемой формой государственного устройства многонациональной страны он считал Советскую Социалистическую Федерацию. В результате драматической борьбы внутри политического руководства возобладала точка зрения Ленина. 26 декабря 1922 года 10-й Всероссийский съезд Советов одобрил идею создания Союза Советских Социалистических Республик. 30 декабря 1922 года 1-й Всесоюзный съезд Советов утвердил важнейшие конституционные документы, декларацию и договор об образовании СССР. Это стало завершающим этапом объединительного движения народов. Вошедшие в состав СССР Республики, РСФСР, УССР, БССР и Закавказской Федерации в составе Грузии, Армении и Азербайджана закрепляли за собой право свободного выхода из Союза. Сложный и неоднозначный процесс формирования Союза СССР представлял собой великое политическое начинание. Народы обретали свою государственность, хотя пределы их полномочий были ограниченными, а суверенитет весьма скромным. Оформление Единого Союзного Государства как Федерации Суверенных Советских Республик было продолжено на Втором Всесоюзном Съезде Советов, который 31 января 1924 года утвердил Первую Конституцию СССР. Параграф третий Внутрипартийная борьба 1920-х годов и истоки сталинизма Период 1922-1927 годов стал временем, когда в ходе ожесточенной идейно-политической борьбы внутри партии, Сталину удалось устранить с политической арены все противостоящие ему силы. Этому способствовала болезнь Ленина. После 11-го съезда РКПБ март-апрель 1922 года, в работе которого Ленин по состоянию здоровья принимал эпизодическое участие, присутствуя лишь на четырех заседаниях из 12-ти, Сталин был избран генеральным секретарем партии. В узком кругу, возражая против этого назначения, Ленин произнес знаменитую фразу «Не советую, этот повар будет готовить только острые блюда». Сопротивление к кандидатуре Сталина не было доведено до конца по той причине, что пост генсека имел тогда второстепенное значение, а сам он мог быть лишь подчиненной фигурой. Однако, заняв эту должность, Сталин сразу стал широко пользоваться методами подбора и назначения кадров через секретариат ЦК и подчиняющийся ему учетно-распорядительный отдел ЦК. Одновременно стремительно расширялись материальные привилегии руководящего состава партии. Все это способствовало росту бюрократизма и интриг в партийно-государственном аппарате. К 1923 году в партийном руководстве сложилось руководящее ядро «Тройка» Сталин, Зиновьев, Каменев. Своим главным противником они считали Троцкого. К концу 1923 года нападки на него усилились. Троцкий и его сторонники были обвинены в уклонах от большевизма. Сразу после 13-го съезда РКП-Б, состоявшегося в мае 1924 года, Сталин приступил к подготовке нового раскола внутри Политбюро, созданию очередного блока с новыми членами высшего партийного руководства Бухарином, Рыковым и Томским. Спустя полтора года Сталин фактически отстранил от власти Зиновьева и Каменева. Место прежнего Трюмверата занял Дуумверат, состоявший из Сталина и Бухарина. Их союзниками в борьбе против Зиновьева и Каменева стали Томский, с 1919 года возглавлявший Советские профсоюзы, и Рыков после смерти Ленина в январе 1924 года, находившийся во главе СНК. В декабре 1925 года состоялся 14-й съезд партии, в ходе которого Каменев и Сокольников прямо указывали на необходимость снятия Сталина с поста генсека. Их предложение не было принято, съезд осудил взгляды новой оппозиции, ленинградской. Зиновьев и Троцкий были оставлены в Политбюро, а Каменев переведен в кандидаты. Сталин же обеспечил себе еще большую поддержку в высшем партийном руководстве, введя в состав Политбюро своих сторонников Молотова, Калинина и Ворошилова. Сближение Троцкого с новой оппозицией впервые обнаружилось весной 1926 года. Окончательное оформление объединенной оппозиции произошло на июльском пленуме ЦК и ЦКК 1926 года. Кульминацией травли оппозиционеров стал 15-й съезд партии декабрь 1927 года. Рыков в своем выступлении, резюмируя исход внутрипартийной борьбы, заметил, «Я думаю, что нельзя ручаться за то, что население тюрем не придется в ближайшее время несколько увеличить». Судьба членов антисталинских оппозиций действительно сложилась трагично. Троцкий, например, уже в январе 1928 года был выслан в Алма-Ату, а спустя год выдворен за пределы СССР. Последние годы своей жизни он провел в Мексике, где продолжал борьбу со Сталином, но в конечном итоге был убит в августе 1940 года по заданию НКВД. Параграф четвертый. Советская Россия и страны Запада в 1920-е годы. В годы Гражданской войны правительства стран Запада по отношению к Советской России осуществляли военную интервенцию и экономическую блокаду. Большевистские лидеры непрерывно стремились преодолеть дипломатическую изоляцию страны. В результате 27 мая 1919 года были установлены дипломатические отношения с Афганистаном, провозгласившим свою независимость от Великобритании. Со второй половины 1919 года Советская Россия вела мирные переговоры с прибалтийскими государствами, которые завершились в подписании 2 февраля 1920 года договоры с Эстонией в городе Юриеви Тарту, что имело для Москвы принципиальное значение. Эстония стала для РСФСР не только своеобразным окном в Европу, но и перестала быть плацдармом для иностранной военной интервенции. Аналогичные договоры были заключены с Литвой, Латвией и Финляндией соответственно 12 июня, 11 августа и 14 октября 1920 года. В начале 1921 года советская дипломатия добилась серьезных успехов на Востоке, подписав договоры о добрососедстве с Персией, Ираном, 26 февраля, и Афганистаном, 28 февраля. Оба договоры были заключены на основе равноправия при взаимном учете интересов. С переходом к НЭПу на передний план советской внешней политики выступил вопрос о нормализации торговых и дипломатических отношений со странами Запада. 16 марта 1921 года Красин сумел подписать торговый договор с Великобританией, ставший по сути торгово-политическим соглашением между двумя странами. Сходным с англосоветским договором было и советско-германское соглашение от 6 мая 1921 года. 10 апреля 1922 года в Генуе начала свою работу международная конференция. Работой советской делегации руководил Ленин, не выезжавший из Москвы, а непосредственно на месте ход переговоров направлял нарком иностранных дел Чичерин. Из-за жесткой позиции сторон достичь соглашения не удалось. Вместе с тем советская делегация добилась на конференции большого внешнеполитического успеха, подписав неожиданно для Антанты 16 апреля 1922 года в предместе Генуи, местечке Рапалло, двусторонний договор с Германией. Оба правительства отказывались от возмещения взаимных военных и невоенных убытков, понесенных за годы войны. Между двумя странами возобновлялись дипломатические и консульские отношения, а также устанавливался принцип наибольшего благоприятствования в торговых и хозяйственных отношениях. Развивались и советско-английские отношения. В январе 1924 года английские консерваторы потерпели поражение на парламентских выборах. Лидер Лейбористской партии Макдональд стал премьер-министром. 1 февраля 1924 года его правительство признало СССР де юре и предложило организовать англо-советскую комиссию для изучения нерешенных экономических и политических проблем в отношениях между двумя странами. Инициатива Англии вызвала волну признаний советского правительства и другими странами Запада. 7 февраля 1924 года формально признало СССР итальянское правительство Муссолини. Франция сделала аналогичный шаг 28 октября 1924 года. Важным результатом советской внешней политики на Дальнем Востоке стало восстановление связей с Китаем. В мае 1924 года видному советскому дипломату Карахану удалось подписать в Пекине соглашение с Китаем о возобновлении дипломатических отношений и о сохранении контроля СССР над Китайско-Восточной железной дорогой КВЖД проходившей по территории Маньчжурии. В 1924 году Советский Союз установил дипломатические отношения с Австрией, Норвегией, Швецией, Данией, Грецией, в январе 1925 с Японией. Всего за этот период СССР признали 13 государств. В целом советская внешняя политика первой половины 1920-х годов носила двойственный характер. Большевики стремились наладить торговлю с Западом. В то же время одним из важнейших программных положений партии было продвижение революции на Запад, что считалось единственным путем для достижения подлинного мира. Во второй половине 1920-х годов отношения СССР с Западом претерпели определенные изменения. В 1927 году правительство консерваторов, пришедшее к власти в Англии, разорвало дипломатические отношения с Советским Союзом, которые были восстановлены только в 1929 году. Были разорваны дипломатические отношения с Пекином после совершенного налета на советское посольство, не без подстрекательства англичан. Франция требовала отозвать советского посла Раковского. В Варшаве белогвардейцем был убит полпред Войков. Стремясь избежать изоляции на международной арене, советская дипломатия осмотрительно маневрировала. В 1926-1927 годах удалось установить тесные контакты с южными соседями СССР, Турцией, Ираном, Афганистаном. В августе 1928 Советский Союз присоединился к пакту Бриана Келлога, подписанному в Париже по инициативе французского министра иностранных дел Бриана и его американского коллеги Келлога. По этому договору 15 ведущих держав мира брали на себя обязательство отказаться от войны как орудия национальной политики и урегулировать возникающие конфликты с помощью мирных средств. По этому договору 15 ведущих держав мира брали на себя обязательство отказаться от войны как орудия национальной политики и урегулировать возникающие конфликты с помощью мирных средств. В значительной степени успехи советской внешней политики 1920-х годов были связаны с именами блестящих дипломатов, среди которых выделялись наркомы иностранных дел в 1918-1930 годах Чичерин, Красин, Литвинов, Йоффе, Карахан. Для выполнения разнообразных миссий за границу направлялись и некоторые политические деятели Раковские, Кристинские и другие. Советское правительство, занятое проблемами восстановления экономики страны, проводило в эти годы осторожную и миролюбивую политику, неоднократно выступая с инициативами первоначально сокращения вооружений, а с конца 1927 года и всеобщего полного разоружения. Параграф 5. Социально-экономические преобразования в ходе революции сверху. С середины 1920-х годов в СССР начинают разрабатываться варианты первого пятилетнего плана. К 15-му съезду ВКПБ в руководящих кругах партии утвердилась не только идея индустриализации, но и мысль о необходимости высокого темпа ее проведения. Одновременно совершался переход к жесткой централизации и концентрации всех ресурсов, регулированию народного хозяйства с помощью государственных планов. К началу работы 16-й партконференции апрель 1929 года специалистами госплана были подготовлены два варианта плана минимальный отправной и максимальный оптимальный. Показатели последнего были выше в среднем на 20%. Попытки внести в план некоторые коррективы, предпринимавшиеся Рыковым, успехом не увенчались. Партконференция, а за ней пятый съезд советов в мае 1929 года, приняли к выполнению оптимальный вариант пятилетнего плана развития народного хозяйства на 1928-29, 1932-33 годы. Финансовый и сельскохозяйственный год в СССР длился с 1 октября по 30 сентября. С 1931 года планово-финансовые расчеты стали приурочиваться к астрономическому году с 1 января по 31 декабря. В момент утверждения плана его реализация уже велась. За пять лет намечалось увеличить выпуск промышленной продукции на 180%, средств производства на 230%, рост сельского хозяйства должен был составить 55%, а национального дохода 103%. Принятый план был исключительно напряженным, он предусматривал преодоление множества трудностей. Тем не менее при благоприятном стечении обстоятельств план был реальным для выполнения. Однако вскоре плановые показатели начали искусственно завышаться, что привело к колоссальным деформациям не только в социально-экономической, но и в политической сфере. Таким образом, 1929 год стал годом великого перелома. К этому времени НЭП оказался фактически отменен, а в руководстве страны в отношении дальнейших путей развития государства возобладала точка зрения Сталина. Первый пятилетний план 1928-29, 1932-33 годов был ориентирован на развитие тяжелой индустрии топливной, металлургической, химической промышленности, электроэнергетики, а также машиностроения, то есть тех секторов экономики, которые были призваны сделать СССР технически независимым государством. Решая задачу индустриализации страны, государство создавало гигантские строительные площадки, возводило новые предприятия Сталинградский, Челябинский, Харьковский тракторные заводы, огромные предприятия тяжелого машиностроения в Свердловске и Краматорске, автомобильные заводы в Нижнем Новгороде и Москве. Одним из результатов выбранного курса стало то, что к 1931 году в СССР была полностью ликвидирована безработица. Лозунг «Пятилетку в четыре года» стал одним из самых популярных в стране. Замечание Сталина, что «Пятилетка» может быть выполнена в три и даже в два с половиной года, означало форсирование темпов индустриализации. В конце 1932 года первая «Пятилетка» была объявлена выполненной за четыре года и три месяца. Вместе с тем анализ основных показателей промышленности свидетельствовал о том, что к концу «Пятилетки» достичь запланированных цифр не удалось. Вместо 17 миллионов тонн чугуна было выплавлено только около 6 миллионов тонн. Выработка электроэнергии составила 13,5 миллиардов киловатт-часов вместо 22 миллиардов киловатт-часов по плану. Вторая пятилетка 1933-1937 год проходила под лозунгом «Кадры, овладевшие техникой, решают все». В этих целях создавалась сеть фабрично-заводского обучения ФЗО, фабрично-заводского ученичества ФЗУ бригадного обучения. Только ФЗУ за годы второй пятилетки дали стране миллион четыреста тысяч квалифицированных рабочих, втрое больше, чем в первой пятилетке. Энтузиазм рабочих в освоении новой техники и технологии проявился в Стахановском движении. Зачинателем его стал Алексей Стаханов, который в ночь с 30 на 31 августа 1935 года на Донецкой шахте «Центральная Ирмина», изменив организацию труда, добыл за смену 102 тонны угля вместо 7 тонн по плану. Трудовой подвиг Стаханова встретил отклик по всей стране и вылился в массовое движение, которое охватило все отрасли промышленности, транспорт, строительство, сельское хозяйство. Трудовые подвиги широко пропагандировались. Страну облетели имена родоначальников движения Стаханова, Изотова, Бусыгина и других. Во многом благодаря Стахановскому движению итоги второй пятилетки оказались несколько лучшими, чем первой, но говорить о ее досрочном выполнении за 4 года и 4 месяца, как было объявлено, не приходилось. Уровень жизни населения оставался чрезвычайно низким. К началу 1929 года во всех городах СССР была введена карточная система, отмененная лишь в 1935 году. Место торговли занимало отоваривание по так называемым заборным документам и ордерам через закрытые распределители, рабочие кооперативы и отделы рабочего снабжения. Многочисленные перекосы в экономике, которое не могло выправить даже ударничество, подрывавшееся формализмом, показухой и вступавшее в противоречие с плановой экономикой, явственно обозначились уже на рубеже 20-30-х годов. Наряду с заявлениями Сталина о том, что враждебность империалистических государств нарастает и неизбежно приведет к войне, экономические проблемы подталкивали к поиску виновных в технических дефектах, авариях на шахтах и в других отраслях народного хозяйства. Под прикрытием публичных судебных процессов конца 20-х начала 30-х годов шахтинское дело 1928-го года, процесс промпартии 1930-го года, дело союзного бюро ЦК меньшевиков 1931-го года и другие предпринимались попытки списать хозяйственные трудности СССР диспропорции и сбои насчет буржуазного вредительства и отвести тем самым критику от руководства партии и государства. Параграф 6-й Насильственная коллективизация крестьянских хозяйств В декабре 1927-го года состоялся 15-й съезд ВКПБ, за которым в литературе на долгие годы закрепилось название съезда коллективизации. В действительности на съезде речь шла о развитии всех форм кооперации, ни сроков, ни тем более конкретных форм и способов кооперирования крестьянских хозяйств съезд не устанавливал. Теоретическим обоснованием форсирования коллективизации явилась статья Сталина «Год Великого Перелома», опубликованная 7 ноября 1929-го года. После принятия 5 января 1930-го года ЦК ВКПБ постановление о темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству уровень коллективизации стал стремительно расти. В начале января 1930-го года в колхозах числилось свыше 20% крестьянских хозяйств, к началу марта свыше 50%. Форсированная коллективизация проводилась одновременно с раскулачиванием, невиданной по масштабу репрессивной кампании. В январе 1930-го года Политбюро утвердило постановление о мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации. В ходе раскулачивания было ликвидировано свыше 1 миллиона крестьянских хозяйств или 4-6 миллионов человек. Главными последствиями насильного создания колхозов стали массовые недовольства и открытые протесты крестьян. С начала 1930-го года за два с половиной месяца до середины марта было зарегистрировано более двух тысяч крестьянских выступлений. Смягчить ситуацию должна была статья Сталина «Головокружение от успехов», появившаяся в газете «Правда» 2 марта 1930-го года. Вся ответственность за перегибы и искривления перекладывалась на местных работников, которые обвинялись в головотяпстве, самомнении и зазнайстве. Тем не менее, достигнутый 50-процентный уровень коллективизации объявлялся успехом, его требовалось закреплять. 1932 год был объявлен годом завершения сплошной коллективизации. Осенью в колхозах значилось уже 62,4% крестьянских хозяйств. Таким образом, крупное коллективное сельское хозяйство стало одной из основ советской экономики и всего общественного строя. Самой трагической страницей в истории коллективизации стал голод 1932-1933 годов. В целом, урожаи этих лет были лишь немного ниже средних за много лет и сами по себе голодом не грозили. Но для закупки промышленного оборудования требовалась валюта, получить которую можно было только в обмен на хлеб. Хлебозаготовки 1931 года обрекли крестьян на голод. В результате на еще не вызревших полях появились парикмахеры, крестьяне, которые срезали ножницами колосья. Когда началась уборка, появились несуны. Зерно несли стаков в карманах и за пазухой. 7 августа 1932 года был принят закон об охране социалистической собственности, написанный собственноручно Сталином. Он вводил в качестве наказания захищение колхозного и кооперативного имущества высшую меру социальной защиты, расстрел с конфискацией всего имущества. Закон о пяти колосках, так называли его в деревне. Общая численность жертв голода 1932-1933 годов по объективным оценкам статистических данных историков и демографов составила более пяти миллионов человек. Завершение коллективизации пришлось на годы второй пятилетки. В 1937 году в стране насчитывалось 243,7 тысяч колхозов, объединявших 93% крестьянских хозяйств. К этому времени в СССР полностью сложился колхозный строй. Параграф седьмой. Политические процессы 1930-х годов. 5 декабря 1936 года восьмой чрезвычайный съезд советов принял новый основной закон государства. Конституция значительно расширяла перечень прав и свобод граждан, законодательно закреплялись неприкосновенность личности, свобода совести, свобода слова, печати, собраний и митингов, тайны переписки и другие. В действительности конституционные права граждан вступали в противоречие с реалиями сталинского времени. 1 декабря 1934 года в Смольном выстрелом из револьвера был убит член президиума ЦИК СССР, Оргбюро и Политбюро ЦК ВКПБ, секретарь ЦК и Ленинградского областного комитета ВКПБ Киров. Это убийство дало Сталину возможность провести чистку партии и государственных органов от всех лиц, заподозренных в нелояльности к режиму и лично к вождю. В Ленинграде по обвинению в потворстве оппозиции было отстранено от руководства Кировское окружение. Закрытый процесс над членами так называемого Ленинградского центра проходил 21-29 декабря 1934 года в Ленинграде на заседании выездной сессии военной коллегии Верховного Суда СССР под председательством Ульриха. Обвиняемые были приговорены к высшей мере наказания. На процессе также было объявлено о существовании руководящего Московского центра в составе 19 человек во главе с Зиновьевым и Каменевым, проживавшими в Москве. 15-16 января 1935 года в Ленинграде слушалось дело Московского центра. Зиновьев и Каменев признали моральную ответственность бывших оппозиционеров за свершившееся покушение и были приговорены к 5 и 10 годам лишения свободы соответственно. На основании признания бывших вождей оппозиции в СССР развернулась очередная кампания по выявлению оппозиционеров и лиц им сочувствовавших. Репрессии потребовали серьезных кадровых перестановок. На ключевые государственные и партийные посты были назначены сторонники Сталина. Жданов возглавил Ленинградскую, а Хрущев Московскую парторганизации. Генеральным прокурором СССР стал Вышинский. 19 августа 1936 года начался первый московский процесс, на котором в качестве обвиняемых проходили Зиновьев, Каменев, Евдокимов и Бакаев, уже осужденные за пособничество терроризму, а также несколько видных в прошлом троцкистов. Обвиняемые признали свое участие в подготовке убийства Кирова, аналогичных акций против других руководителей партии, подтвердили наличие широкого антисоветского заговора. Они указали на свои связи с другими оппозиционерами, еще находившимися на свободе, Томским, Бухарином, Рыковым, Радоком, Пятаковым, Сокольниковым и другими. 24 августа главным обвиняемым на московском процессе был вынесен смертный приговор. В сентябре 1936 года Сталин заменил руководителя НКВД Егоду, хорошо зарекомендовавшим себя в ходе партийных чисток, Ежовым. 23 января 1937 года открылся второй московский процесс, где главными обвиняемыми были Пятаков, Сокольников, Радок и другие. Суд продолжался неделю и закончился суровым приговором. 13 обвиняемых к смертной казни и четверо к длительным срокам заключения. Массовый террор затронул и армию. Он был направлен против высших должностных лиц. В июне 1937 года, причувствуя свой арест, застрелился начальник политуправления РКК Гомарник. В июне 1937 года, после однодневного разбирательства военным трибуналом, были расстреляны обвиненные в шпионаже и подготовке фашистского заговора заместитель наркома обороны маршал Тухачевский, видные военачальники, герои гражданской войны Убаревич, Якир, Корк, Эйдеман, Фельдман, Примаков и Путна. Позднее были расстреляны командующие дальневосточной армией маршал Блюхер, начальник генштаба маршал Егоров, начальник морских сил РККФ Орлов, начальник ВВС Алкснис, руководитель армейской разведки Берзин. Были уничтожены трое из пяти маршалов СССР. Продолжались репрессии в партии. В марте 1938 года состоялся третий московский процесс, на котором среди обвиняемых были Бухарин, Рыков, Раковский, Кристинский, бывший руководитель НКВД Егода, а также представители партийного руководства республик, всего 21 человек. Обвинения, предъявленные на суде, мало отличались от аналогичных на предыдущих московских процессах. 18 обвиняемых были расстреляны. Всего в период правления Сталина в СССР будет приговорено к высшей мере наказания за различные виды преступлений около 800 тысяч человек. Из 139 членов и кандидатов в члены ЦК ВКПБ репрессиям подверглись 98 человек. Из 15 членов первого советского правительства 10 человек были объявлены врагами народа и репрессированы. В результате террора Сталину удалось закрепить свое положение в партии, подавить недовольство ходом экономических преобразований. Параграф 8 СССР на международной арене в 1929 1938 годах. На рубеже 1920 1930 годов начался пересмотр отношений между СССР и США. В Америке постепенно признали успехи СССР. К 1933 году, когда место президента Гувера занял Рузвельт, вопрос о дипломатическом признании СССР был предрешен. 10 октября 1933 года Рузвельт обнародовал свое послание на имя Калинина с предложением возобновить дипломатические контакты. 16 ноября 1933 года отношения между двумя странами были восстановлены. В сентябре 1934 года Советский Союз был принят в Лигу Наций и сразу стал постоянным членом ее Совета, что означало его формальное возвращение в качестве великой державы в международные сообщества. Приоритетным во внешней политике Москвы в 1933 1938 годах стало стремление к созданию системы коллективной безопасности в Европе, предусматривающей ненападения и неучастие в военных конфликтах, становлении мирных отношений со всеми странами, в том числе с Германией и Японией. В ноябре 1936 года после 15 месячных переговоров между Германией и Японией был заключен антикоминтерновский пакт. Подписавшие его стороны обязывались бороться с коммунизмом. В ноябре 1937 года к антикоминтерновскому пакту присоединилась Италия. Возник треугольник Берлин-Рим-Токио, направленный на борьбу с коммунистическим движением внутри каждой из стран и на международной арене. Стремясь к преодолению внешнеполитической изоляции СССР, Сталин вынужден был весной 1939 года начать дипломатическую игру с целью определить ближайшие планы Гитлера. В апреле 1939 года советское руководство обратилось к Великобритании и Франции с предложением заключить с ними тройственный пакт о взаимопомощи и военную конвенцию. Узнав о начале переговоров, германское руководство дало понять Сталину и министру иностранных дел Молотову, что желает заключить выгодное для Советского Союза соглашение. Убедившись в бесполезности переговоров с англо-французской военной миссией, советское руководство согласилось на прибытие в Москву министра иностранных дел Германии Риббентропа. 23 августа 1939 года Риббентроп прилетел в СССР. Тогда же был подписан советско-германский договор о ненападении сроком на 10 лет. Обе договаривающиеся стороны брали на себя обязательство воздерживаться от любого насилия и агрессивных действий в отношении друг друга. Одновременно с договором был подписан секретный дополнительный протокол, содержавший разграничение сферы интересов Советского Союза и Германии и противоречивший с юридической точки зрения суверенитету и независимости ряда третьих стран. Так в советской сфере влияния оказались Эстония, Латвия, Финляндия и Бессарабия, в немецкой Литва. Подписав пакт о ненападении и секретный дополнительный протокол к нему, Сталин сознательно предоставил Германии возможность для нападения на Польшу. 1 сентября 1939 года без объявления войны по приказу Гитлера немецкие войска приступили к реализации плана ВАЙС, Белого плана. Началась Вторая мировая война. 28 сентября 1939 года в Москве Молотов и Риббентроп подписали еще один документ. Это был договор о дружбе и границе, который, как и пакт о ненападении, сопровождался секретным дополнительным протоколом. В соответствии с ним территория литовского государства включалась в сферу интересов СССР. Стремясь укрепить безопасность своих границ, СССР решил заключить с прибалтийскими странами договоры о взаимопомощи, предусматривающие размещение на их территории отдельных советских воинских частей. К лету 1940 года в прибалтийских республиках были сформированы просоветские правительства. 21-22 июля Сеймы Литвы и Латвии и Государственные Думы Эстонии приняли декларации о государственной власти и о своем вхождении в состав СССР. 3-6 августа 1940 года Верховный Совет СССР заслушав заявления специально направленных в Москву полномочных представителей этих стран принял законы о вступлении Латвии, Литвы и Эстонии в состав Союза СССР в качестве союзных республик. Пытаясь обезопасить Ленинград, советское руководство обратилось к Финляндии с предложением изменить границу на Карельском перешейке. Взамен Финляндии предлагались территории Карелии, однако финская страна ответила отказом. Методы дипломатии уступили место угрозам. СССР вступил в войну, которая продолжалась с 30 ноября 1939 года до 12 марта 1940 года. Финляндия была вынуждена капитулировать. В соответствии с мирным договором в состав СССР включались Карельский перешейк, западные и северные побережья Ладожского озера, ряд островов в Финском заливе. Советский Союз получил в аренду на 30 лет полуостров Ханку для создания на нем военно-морской базы, способной оборонять от агрессии вход в Финский залив. Цена победы в Зимней войне оказалась исключительно высока. Помимо того, что Советский Союз как государство-агрессор был исключен из Лиги Наций, в ходе 105 дней войны РКК потеряла не менее 127 тысяч человек убитыми, умершими от ран и пропавшими без вести. Около 250 тысяч человек было ранено, обморожено, контужено. Зимняя война продемонстрировала крупные просчеты в организации подготовки войск Красной Армии. Одновременно с осложнением ситуации в Европе продолжало обостряться положение на Дальнем Востоке. Япония пыталась создать обширный плацдарм для завоевания Китая и территорий ряда других государств. В 1938-1939 годах советские войска неоднократно вынуждены были силой и оружием отражать японскую агрессию. Лишь к началу 1941 года стало возможным изменить ситуацию. 12 апреля 1941 года министр иностранных дел Японии Мацуоко был принят в Кремле Сталином. 13 апреля состоялось подписание пакта о нейтралитете между СССР и Японией. Договор был заключен на 5 лет. Он не снимал опасений советского руководства о возможной войне на два фронта, но все же значительно улучшал положение СССР как на восточной, так и на западной границах. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...